Главы правоохранительных подразделений таможенных служб, государств, членов Европейского региона, Всемирные таможенные организации собрались на 21-е свое заседание, которое впервые проводится на Красной Поляне. И естественно в рамках изменившейся международной ситуации в первую очередь обсуждалась роль таможни в борьбе с терроризмом. На любой вызов есть противодействие, но работать поодиночке уже нельзя, отмечали участники заседания. Терроризм, как мы знаем, сегодня имеет транснациональный характер и перемещаются, когда через границу лица, оружие, взрывчатка, ядовитые вещества таможни этому активно противодействуют. Рассматривался вопрос о принятии специальной декларации по противодействию терроризму. Не все страны-участники заседания оказались готовы к тому, чтобы такую специальную декларацию принять. Но тем не менее в итоговом каменнике мы сделали заявление о том, что мы осуждаем акты терроризма и отмечаем особую роль таможенных служб в противодействии этой угрозе. Проведение таможенных спецопераций дает положительные результаты. Только в этом году было возбуждено 1200 уголовных дел, пресеченные попытки ввоза в нашу страну более 2000 килограммов наркотиков. Это серьезный заслон контрабанды наркотических средств. Например, на Балтийской границе были обнаружены профессионально запаянные в стреле экскаватора 820 килограммов гашиша. В России в этом году создано и специальное подразделение по противодействию преступлений в сфере интернет-торговли. Потому что в разы выросли международные почтовые отправления с 20 до 100 миллионов посылок в год. В Европейском Союзе создана специальная проектная группа по противодействию интернет-преступлениям. Это не только пересылка и торговля, это и торговля наркотиками, оружием, то, что называется темный интернет. По противодействию преступлений в области интернет-торговли проведена отдельная сессия. Были заслушаны интересные доклады. Состоялся продуктивный обмен опытом по борьбе с интернет-преступлениями. Елена Всецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.